Всем привет! Один подписчик мой прислал мне вот такую лампочку на обзор. Соответственно на черновом канале у меня этот обзор маленький был. И я снимаю этот обзор специально для своего основного канала, для сайта Peeling.ru. Итак, это лампочка от SCAT LED 220 вольт и под сокет Е27. Особенность этой лампы в том, что лампа имеет встроенный литиевый аккумулятор, цветовую температуру света 6000 кельвинов, аккумулятор литий-ионный на 900 мА и время работы без питания до 3 часов. К сожалению, целостность лампочки у меня не сохранилась, но вот такое вот красивое описание. Лампочка изготовлена якобы в России. Но, в общем, насчет этого, мне кажется, сомнений быть не должно, потому что можно разглядеть о том, качество сборки какой-то лампы. Ну, на самом деле, лампочка сама по себе чистенькая. Вот от нее цокель. Вот это у нее прижим, соответственно, вот этой платы. Фиксация. Это у нас где расположены светодиоды. Маркировка светодиодов 28-35, 15 штук стоит. Здесь уже все подписано. Вот, знаете, опять взял неудачно. Короче, стоит текстолитовая основа, на которой светодиоды 15 штук запараллелины между собой. Приклеена через термопасту. Блин, она не приклеивается. Ну, короче, проложена термопласта и к алюминиевой вот такой вот основе. Вот видим толщину, я не знаю, больше, наверное, 4 миллиметров. Толщина вот такого алюминиевого диска, который вот как бы видно, что черновой. Ну, в принципе, да, отводит тепло и ладно. Но куда оно отводит, это непонятно. Потому что вот тут вот отверстий никаких нет. Если бы вот здесь вот были отверстия, как китайских лампочек, то да. Ну, а так более защищенная лампочка. Соответственно, сверху никакая влага от соседей не попадет. Для чего эта лампочка подходит? Лампочка со встроенным аккумулятором, соответственно, должна подойти для аварийных каких-то ситуаций. То есть, когда у вас отключили свет. Можно использовать как фонарик. Так, из-за сети выключил. Так, а лампочка сама написана вот на 5 ватт. Видим, да? По поводу того, что здесь встроен аккумулятор, значит, на его зарядку потребуется какая-то мощность. Соответственно, изначально вот уже я поигрался, да. Хоть как 5 ватт мы не получим питание от сети. Итак, из особенностей, которые я обнаружил. Если замкнуть вход ноли фазу, можно жестко заткнуть, говорю, замкнуть. Вот так вот. Лампочка сама произвольно включается. Сейчас мы посмотрим с вами, как это дело. Я вот таким вот образом подключил. Вот аккумулятор, соответственно, лампа с радиатором и плату управления. Так. Включаем все это дело. И она вот так вот у нас, в принципе, неплохо светится. Ну, нормально, 6000 кг. И вот там вот можно увидеть мощность ее потребления. 5,8, 5,7, 5,6 ватта. То есть сейчас понемножку это все дело будет падать по мере зарядки литиевого аккумулятора. Для чего эта лампочка, я уже говорил, да, подходит? Например, для каких-то коридоров или проходных мест, где в случае отключения электросети, да, то есть, соответственно, освещение должно потухнуть. Но данная лампочка, она будет гореть 3 часа. И то есть можно вполне спокойно там пройтись по этому помещению. Лампочка стоимостью, у нас даже в Новосибирске, я посмотрел по сайту, кстати, ссылки будут внизу. Кому может заинтересует стоимость аж 900 рублей. Но кто-то скажет, дорого, но если притянуть реально себестоимость, то этой лампочке себестоимость получается достаточно большая. Потому что нужно, соответственно, вот эту площадку, ну, это полбеды, плату управления с драйвером, да, и литиевый аккумулятор. То есть, ну, себестоимость получается около 500 рублей, смотря в каким оптом еще брать. Ну, соответственно, упаковка плюс 100 рублей, ну и все остальное. То есть, получается, в принципе, где-то на то и выходит. Итак, я сейчас хочу провести следующий эксперимент. Если у нас сети нет, то, соответственно, мы должны какой-то провод отключить от питания, да, и лампочка должна продолжать гореть. Давайте попробуем отключим красный провод. Как видим, лампочка тухнет и не горит. Так, сейчас я отключу от сети, подключаю красный провод, отключаю зеленый. Посмотрим, что произойдет. Может, что-нибудь произойдет. То есть, мне кажется, здесь, чтобы она активировалась, нужно все-таки правильно фазу подавать на определенный провод, либо ноль. Так, не работает. Ко второму подаем, не работает. Так, подаем по зеленому проводу, не работает. По зеленому проводу, по второму проводу подаем, не работает. Блин, ну, слушайте. Может, надо подождать? О, это она замкнула вот тут за корпус. Надо как-нибудь поаккуратнее ее растянуть, чтобы. О, вот так. Пусть лежит. Не работает. Не работает. Ну, это, конечно, маньяки только так делают, проверяют. То есть, я не понимаю, как она должна работать, честно, без питания. Ну, в принципе, часть задумки, по идее, состоит в этом. Чтобы она работала при отсутствии какого-то сигнала. Может быть, следующее еще. Так, давайте посмотрим. А, ну вот, основной сайт, электрооборудование для системы топления, фирменных магазинов, скат, интернет-магазинов, вольт-ампер. Так. Работает, как обычная лампа, при наличии электроэнергии в сети. Работает, как аварийная лампа, при отсутствии электроэнергии в сети. Возможность управления включением при отсутствии электричества. То есть, как-то, блин, ну, была бы инструкция, не требует дополнительного монтажа. Устанавливается взамен обычной лампочки. Короче, ну, я так предполагаю, вот я предполагаю, что когда у нас очень большая проводка до, например, щитка, да, то есть, всяко-разно будет возникать какая-то маленькая индукция. Соответственно, может быть, из-за этого как раз она и должна срабатывать. То есть, вот смотрите, если мы вот так вот замыкаем, да, она, видите, загорается через определенный промежуток времени. То есть, я замкнул, то есть, происходит не сразу. Соответственно, скорее всего, то же самое должно происходить не сразу и при отсутствии энергии. Соответственно, если бы я был как-то заземлен, да, ну, наверное, бы это все дело сработало. Ну, и так, из чего состоит плата? Плату я специально отмыл. Сразу скажу, что она была очень много силикона на ней, термопасты, ну, вот крышечкой. То есть, понятно, тут все размазано. Ну, не важно. Лампочка по себестоимости, ну, и бог с ней. Из чего она стоит? Полноценный, полноценный драйвер. Вот он, драйвер с импульсным трансформатором. Есть предохранитель, конденсаторы сглаживающие. Как видим, ну, грязновато. Грязновато. Как-то, походу, мне, знаете, что кажется, что это все дело собиралось вручную. Достаточно грязновато это все сделано. Я даже не знаю, сколько можно штук подобных собрать вручную. На потоке я не знаю. Ну, я бы очень долго ее собирал. Даже, соответственно, если бы я знал схему. Хотя, если набить руку, может быть, потом как-нибудь у меня ушло меньше времени. В общем, отмыл я это дело, ребят. И сейчас я попытаюсь вам показать все это дело вблизи. Может быть, кому-то понадобится. Я не знаю. Вот такие вот детали. То есть, там плохо видно было у меня номинал вот этого вот шин-контроллера. Ну, снизу диодный мостик поперло. Поперло, 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 поперло. Вот это вот драйвера, или как их называть, контроллеры для заряда литиевого аккумулятора. Литиевый аккумулятор, кстати, вот он, подключается. Вот две точки. Они, если я не ошибаюсь, запараллелено. Палец уберем. То есть, показываю, ребят, все, что могу. Некоторые детали реально плохо видно, некоторые отлично видно. Все, и камера уже не справляется. Из минусов хочу, знаете, что отметить в этой лампочке, это именно вот, блин, я не знаю, монтаж. Вот здесь у меня черный провод специально остался. Может быть, я ее соберу в итоге, но уже отчасти от нее потеряно. Вот отсюда просто выпало центральный, вот, центральный пятак. К нему был вот этот красный провод как-то вставлен, да. И, блин, я даже не знаю, вроде бы даже был припаян. И когда я снимал первый обзор, такое ощущение, что сначала одно что-то выпало, потом уже отсюда пятак выпал. По идее, так подозреваю, этот пятак держала шайбочкой, шайбочка, она должна была сжимать его, то есть, центральный вот этот вот контакт. И, соответственно, между шайбочкой или к шайбочке припаян был вот этот вот провод. Но, тем не менее, получилось то, что получилось. Соответственно, очень много тут что написано. Ну, вот смотрите, видите, я соединяю провода вот руками, да, и она загорается. Если я беру один провод, и вот второй один провод беру, то лампа не горит. Соответственно, должно быть какое-то небольшое хоть сопротивление. Скорее всего, может быть, это все дело будет работать в отдельно как-то там, ну, в обычной сети. Ну, что-то я этого не замечаю, но, может быть, я не так измеряю. То есть, лампочка прикольная тем, что реально и светит неплохо, и вроде сделана так, по-братски, да, с аккумулятором. Но это не для обычного, мне кажется, пользователя. Все-таки, мне кажется, она для какой-нибудь фирмы, лампа нового поколения, энергетизберегающаяся, диодная лампа со встроенным литий-ионным аккумулятором, не гаснет при отключении электропитания, может работать автономно продолжительное время. Не гаснет при отключении электропитания. Надо все-таки зарядить аккумулятор, наверное. Может, поможет. Ну-ка, если я вот включил, убираю красную, гаснет. Если я включил, убираю зеленую, гаснет. Не, не знаю, как она там, блин, может работать автономно, но раз написано, значит, и должно работать. Но я показал все, что есть. Вот такой вот интересный приборчик у нас. инфроцентрину за то, что прислал. Также он мне прислал на мою зарядку регуляторы. Прикольно. До сих пор еще не установил. надо на второй сбегать за отверткой и закрутить на первом. Но пока что нет времени. То есть, кому интересно, ссылка будет под видео. Соответственно, там зайдете, почитаете. Ну, а я показал, ребят, все, что мог. Ну, светит она неплохо. Получше китайцев, которые делают лампочки, да, то есть, здесь стоят качественные светодиоды. Так же, как и у всех производителей, которые делают светодиодные лампочки в России, то есть, светильники, да, лампочки, которые делаются непосредственно в России, они все сделаны из качественных светодиодов. То, что мы с вами пытаемся, конечно, купить на Алиэкспресс или на eBay, ну, это игра в рулетку, честно говорю вам. Потому что шанс купить там качественный товар через определенное время спадает на ноль. Потому что я покупал, например, у продавцов, которые неизвестны, которые входят на рынок, они продают качественный товар, светит отлично. и потом буквально через сколько-то продаж качество их резко падает, уже идет не тот товар и, соответственно, на выходе мы получаем совершенно другое. Кстати, знаете, что я хочу еще посмотреть? Как она нагревается? Ну, нагревается она так, тепленькая, тепленькая чуть-чуть. И хочу еще одну вещь посмотреть. При зарядке хочу посмотреть какое напряжение на литиевом аккумуляторе. Вообще меняется, нет? Главное, чтобы у меня тут щупы нормально сказали. Так, сначала отключим, проверим. 4,16. не стандартное напряжение. Так, 4,16. 4,20. 4,2 вольта. По идее, это должен быть потолок, но смотрите-ка, держится. Иначе контроллера вот эти вот у них обвязка там интересная тоже. По обвязке можно поставить сюда любой аккумулятор и заряжать. И 13,7 вольта, и 3,9, и 4,1, и 4,4 там вроде вольта. Там в зависимости от подобранного сопротивления в колене можно выставлять нужное напряжение для зарядки нужного аккумулятора. То есть это сам по себе вот этот маленький такие шесть ножек. Это микроконтроллеры. про них я на сайте тоже ссылку давал. Я их случайно находил на Алиэкспрессе. Они там повисели какое-то время, потом пропали. Ну, соответственно, их разновидностей существует очень много. Вот, в общем-то, вот такая вот информация. Очень долгое видео получилось, извиняюсь. Ну, а дальше я буду разбирать и пытаться отремонтировать. у меня сгорел Бош. В этот раз он сгорел правда. На сто процентов, ребята. И я даже знаю причину, из-за чего это произошло. Еще раз смотрим. Может, вот так за провод взяться. Может, поможет. Может, поможет. Нет, не работает. В общем, вот такая вот интересная лампочка. Всем удачи. Всем пока.